АТАХАНА АБАА А мы начинаем. Всем шалом, дорогие друзья. Привет. Привет. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я просто смотрел статистику, нас первые 30 секунд слушают. Нужно уместить всё сейчас сюда. Зачем ты это сказал? До того, как ты это сказал, мы были экспертами. А теперь нас слушают только 30 секунд. Нет, это новые слова. Вот те, которые постоянно слушают до конца. И ещё потом смотрят... Вот помните эти видео, когда... А как снимали? Вот они слушают, как снимали. У нас такого там нету, но они слушают. Вот, поэтому, друзья, подписывайтесь на везде, где вы можете нас найти. Это будет классно. Лайкайте, репостите, напостите. Я не знаю, всё что угодно. Да, можно выбрать самый выпуск, который больше всего вам понравился, его запостить. А можно тот, который вам больше всего не понравился, и его забыть. Сказать, никогда не слушайте. И потом люди будут слушать его. Мерзость. Такой плохой выпуск. Да. Или стимская. Тоже годится. Антиреклама. Да. Спасибо большое за любую реакцию. Абсолютно. Если есть мысли, может быть, о чём поговорить, нам тут всем. Закидывайте тоже. Лама, Лёба и Кейв, как говорят местные. Жеребьёвка Лиги Чемпионов прекрасная. Жеребьёвка через «Д». Ну да. Кто в теме, тот в теме. Интересный формат. Ждём начала матчей. Кто болеет за Милан или за Арсенал, то можете написать в комментариях. Будет приятно увидеть тех, кто болеет за хорошие команды. А если кто-то болеет за «Ротор», то тоже пишите. Ну это вряд ли. И такие все за «Ротор», в общем-то. Хорошо. Хорошо. Я думал об чём. Об чём? О чём? Сложно. Когда ты в Израиль переехал. Ты думал. Когда ты в Израиль переехал, то меня иногда, когда я говорю по-русски, поправляют. И я кайфую. Потому что я вообще-то в Израиле. Русский – это уже не то чтобы… Язык, на котором нужно говорить превосходно, можно иногда ошибаться, всё в порядке. Поэтому это меня сильно расслабляет в этом направлении. Поэтому «об» или «о» мне всё равно. Мы просто продолжим. Как защитить свою безграмотность без стыда. Мне не надо стыдно, надо у тебя поучиться. Без стыдно говорить неправильно. Без стыда не выловишь и рыбку из пруда. Итак, в общем, хочется поговорить о теме, в которой я не то чтобы силён, но оно мне всегда было интересно, я всё время её откладывал. На самом деле… Ты снова подрываешь свою экспертность. Во-первых, наслушаю только 30 секунд, а в церкви ты говоришь, что ты в ней не эксперт. Надо говорить, что ты в ней эксперт. Так не был эксперт, а стал экспертом. Так вот так и говори. Да. Буквально один вечер, и я на «левел ап». Вот. Вот, видите. То есть ты говоришь, я раньше не интересовался этим вопросом, но потом досконально изучил, и сейчас в качестве эксперта выступлю вам с докладом. Как говорят, от «Алев» от «ВТАВ». Экспертизу сделал, а теперь эксперт. Давай. Мы в частности касались этой темы уже. Кирилл очень подробно рассказывал, и получается, что я просто возьму эту тему и чуть-чуть… Перескажу. Угу, перескажу. Только своими словами. Экспертно, так сказать. Это классный подход. Ну ладно. Про Хайм Хисин сегодня поговорим. Это типа… Экспертный пересказ. Подкаст «Хайм Хисин Вежте 2.0». Серьезно? Нет, конечно. Ну ладно. Мы проговорим про еврейские месяца. Про еврейские месяца. Да. Окей, да. Был как-то выпуск про еврейский календарь. Был про еврейский календарь, и я поэтому говорю, что это частично как-то, чуть-чуть, может быть, иногда пересечется, хотя не факт. Не важно. Ну в целом очень сильно пересекается, по-моему, еврейские месяца – это составляющие календаря. Да, мне было, что было очень-очень интересно название этих месяцов, откуда они взялись. С Вавилона. Они взялись с Вавилона. Спасибо, что перенес нас на середину подкаста. Не за что? Пожалуйста. Вот такой вопрос к вам. Мы, я думаю, что очень много будем обращаться к Танаху сегодня. Просто ради такого некоторого… А откуда? Танах, вы сегодня с нами. Мы к вам сейчас обратимся. Я готов обратиться. Прямое обращение к Танаху. Кто тебя написал? С поклоном. Я бы, знаешь, у меня… С поклонением. Я просто подумал, вот такая… Да-да, вот такая… Как это… Как будто контр плюс нажал, и как бы тема была такая, знаешь, там еврейский календарь, потом еврейские месяца, потом еврейские недели, и будет еврейский день. Еврейский день, он как бы начинается с вечера, например. Да, то есть вот такие нюансы, и потом про часы, там, ну, не знаю, короче, в общем, можно это масштабировать. Еще есть пять выпусков. Наоборот, получается, с масштаба… А, наоборот. Минимализировать. 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 Окей. 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 Хорошо, друзья. Очевидный вопрос. Как называется первый месяц в Танахе? Первый месяц. Да. Называется первый месяц. Либо месяц Ави, а Вив. Это правильный ответ. И это правильный ответ. Конечно, тут знатоки сели, короче. Ты зашел туда, где хоть мы что-то знаем. Это приятно всегда. Я про это делал выпуск. И даже до сих пор помню, ты видишь. То есть он не просто, как мы с тобой… Написано, вы сходите. Когда говорим, мы потом забываем. Я помню, даже, по-моему, написано… Ну, еще про Песах мы говорили. В книге где-то в 12-й главе, наверное, написано про месяц Ави, Вив. У нас же был выпуск про Песах, да, где в месяц Ави, там вот эту все овечку приготовь там себе. Да. Книга «Исход», «Шмон», 12-й глава, 2-й стих. Месяц – это добудет вас началом месяцев, какое-то количество первым добудет он у вас между месяцами года, и название не указано. Название указано в этой же самой книге, в 34-й главе, 18-й стих. Праздник, правильно, опресноков соблюдай. Сей в ней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Ави-ва, ибо в месяце Ави-ве вышел ты из Египта. Класс. Как вы думаете, сколько месяцев, именно как имя для месяцев указано в Танахе? Четыре. А в Торе? В Торе? Да. Не помню. Три. В Торе три. Ну, один, наверное. В Торе три, в Танахе есть еще один, по-моему. Ну, наоборот, в Торе одна, а в Танахе есть три. А в Танахе три. И в Танахе это исключительно в книге царства. Видишь? В книге царей, если говорим по-еврейски, вторая книга царей, первая книга царей, извиняюсь, а по русски третья книга царства. Да, там она указана. А, да, да. Потому что Самуила, типа, первый. Да. Да, да. Шмуль. 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 И вот я как бы на это все смотрел. Мы перейдем к бавилонтянам. Да, я понимаю. Не вопрос, не образ. Да. Что интересно, что вот просто смотреть на концепцию еврейских календарей, они вот как дни недели. Ну, вот максимально как дни недели. Типа первый месяц, второй месяц. Минимализм. Абсолютно. А зачем придумывать название? Название, это как вот когда... Еще такие вот январь. Что значит январь вообще? Ну, почему не тын, тварь? В смысле? Можешь удалить потом. Нет, я оставлю. Тынварь, в смысле. Я оставлю, да. Тварь. Ну, я и ты. Да, и это интересно. То есть я в этом, на самом деле, вижу логику. Абсолютно. Потому что по первому месяцу выхода из Египта. То есть все время в Писании как бы ссылаются на первый день, на первый месяц. В смысле, вот на тот конкретное событие, которое произошло в истории еврейского народа. Интересно. И все остальные месяца, они напоминают об этом важном событии, чтобы не забыть. Но это же в каком-то смысле рождение народа. Да. Они же до этого как бы... Ну, они понимают, что и до этого был народ, и все такое. Но они были в рабстве. Да. А тут они стали свободны. В каком-то смысле рождение народа. Первый месяц. Ну, звучит логично. Рождение народа. Ну, да. И плюс еще это как первый праздник. Ну, такой вот. Ну, да. Праздник. Праздник, который заповеданный. А если есть праздники, значит, есть народ, который это празднует. Обязательно. Мне нравится такое, знаешь, одно связано одно с другим. Да. И я просто... Просто будет много, да, у меня с писания говорил, что чисто ради цитат именно, как это обозначалось, в первую очередь, Тория интересна. Потому что в Танахе, это, понятно, книги царства, понятно, что там уже начались уже какие-то изменения внутри еврейского народа, стали там с другими народами смешиваться, еще что-то происходить. И понятно, что... Влияние различных культур. Культура, но уже... Поэтому вот в Торе очень любопытно мне было посмотреть. Итак, это книга Шмот, 40-ая глава, 17-их. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлены с Киньей. Просто интересно, не столько, да, не столько важно, что именно, а вот именно порядок, да, в первый месяц второго года, то есть, окей, Авиф, помним, помним до сих пор. То есть через год после выхода из Египта? Да. Ровно. Первая годовщина была. На годовщину выхода из Египта поставили с Киньей. Да. Число 29-ое. Я буду вот так вот говорить, первый стих. И в седьмой месяц, без каких-либо названий, в первый день месяца, да будет у вас священное собрание, трубный звук, окей? Мы говорим про... Или Роша Шана. Мы говорим про Йом Труа или Роша Шана. Опять не указывается никакого месяца, есть числительное. Седьмой месяц. Седьмой, просто седьмой месяц от чего? От исхода. От исхода, считаем. Класс. Мы опять же в очередной раз вспоминаем об исходе во время трубного звука. Класс. Интересно. Дальше. Прочитаю книгу Левитам. Не прочитаю, в смысле, место. 23-24. Скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труп, священное собрание. Просто вот опять же цифры. То же самое. То же самое. Ну, просто интересно смотреть, как оно вот там написано. Цифры. Мне прикольно. Дальше. Иремия. Иремия. Первый глотарский стих. Мы там же идем в Танах. Мы идем в Танах. Ну, как бы часть на Вимску Вимску Вимску. Да. Все верно. И также во дни Иокима, царя там, сына Иосина, сына Иудейского, до конца 2011 года Садеки, еще одного сына, до переселения в Иерусалима в пятом месяце. Опять же, это просто обозначение. Спустя много лет он все еще продолжает использовать числительное название для месяца. Да. То есть нету ни названия, нету даже какого-то праздника в этом, то есть не упоминается какой-то праздник, а говорится о том, что пятый месяц после Песоха. Это ты сейчас так думаешь? Это ты сейчас так говоришь. А Иермиягу так не думал. Ну да. Он слово «ав» не знал. А просто знаешь, я хочу потом об этом сказать. Нет, я просто думаю, что всегда названия, они как бы к чем-то ассоциируются, и как бы легче считать, запоминать, наверное. Но мне кажется, в этом во всем, какая разница, когда скажу эту мысль? В этом во всем теряется основной мысль. Это мои, еще раз, мои размышления. Да, то есть в названиях месяцов, в которых мы обязательно обсудим, что это такое вообще, теряется главная суть, которая предназначалась в Торе. Понимаешь? Интересно, как этому, да. Что еще? Но при этом у нас есть несколько названий месяцев, как ты сам сказал, в Танахе, которые до Вавилонского плена еще. Там есть месяц Эйтаним, месяц Буль и так далее. То есть там есть определенные названия для этих, для некоторых Зив еще. Зив. Да. Для некоторых месяцев. Эйтаним я знаю. Эйтаним, конечно, ты знаешь. У тебя сын Эйтан. И много. Эйтан в честь месяца назвал. Это, кстати, в другом месяце. Ага. Хорошо. Давайте, собственно, вторая книга царей или четвертая книга царств, 25 глава, 27 стих. В 37-й год переселения Иихонии, в 12-й месяц, в 27-й день месяца. Тоже в 12-й месяц. Это, кстати, события... Уже когда и Израиль был в плену. Да. Царь Валюонский. И Иудея еще не была в плену, а Израиль уже был в плену. Да. Да. И, в принципе, мы начинаем в книге царств, в книге царей или в книге пророк Смуила, мы начинаем видеть первые упоминания названий месяцов, которых раньше не было. Они, понятно, хананейские названия. И вот эти месяца, о которых ты говоришь, Зив, Буль и Эйтаним, это не еврейские названия. Это хананейские названия месяцов, и мы стали пользоваться просто в этот момент. Потому что здесь жили хананейские племена всякие. Да. До нашего прихода сегодня. Он был подвержен многим всяким влиянием. Ну да. Интересно, что только несколько месяцев, да, то есть тоже все равно, то есть это было какое-то небольшое влияние. Возможно, возможно. На 3,12 влияние было. Может быть, в этот момент произошло что-то, и они записали, а жили они, может быть, реально по хананейскому месяцу, по названию хананейских месяцов, возможно. Ах, как ты знаешь, что это значит? Зив, я расскажу. Я расскажу. Зив, это имя такое. Значит, первая книга царей, третья книга царства, святоя глава. В 480 году происшествие сынов Израилев из земли египетской. Тоже отсылочек, между прочим. Помнят, помнят, да, да. В 4-й год царствования шло монад Израилем, в месяц Зив, который и дальше, и дальше, объяснение, знаете, который есть второй месяц. То есть, понимаете, да, то есть логика, она такая, Зив, как будто бы что-то не новое, что-то новое, и мы накладываем это на то, что мы и так знаем, второй месяц. А, ну все ясно. Ну, потому что много людей, которые, возможно, уже привыкли назвать это Зивом, или наоборот, привыкли это назвать вторым. Ну, то есть, как бы, пояснение и для тех, и для других, возможно. Да. Для тех, кто привык его называть Зивом, они поясняют, что это был второй месяц, а для тех, кто, не знаю, конечно, зачем для тех, кто второй месяц поясняет, что это Зив. Ну, в общем. На самом деле. Я не смог развить мысль, которую хотел сказать, простите. Месяц Эфоним в третьей книге царства, 8 глава, 2 стих, также написано, что... Это собрались к царю Шломо на праздник все израильтяне в месяце Афониме или... Эйтоним. Да. Который есть седьмой месяц. Седьмой. То есть обозначение, вот плюс-минус логика обозначения вот такая. Я не знаю, как это связано, мы можем только гадать, но вот... Ну, кому-то так было понятно, кому-то так было понятно. Да. Наверное, для удобства. Да. А может быть и нет. Буль тоже местописание. В месяце буль — это месяц восьмой. То есть тоже такая же логика. Буль — восьмой месяц. Буль, буль, буль. Буль. Буль — это другое. Это шестнадцатый. Я понимаю, да. Буль — это, кстати говоря, точку. Точку. Тему как раз. Вот восьмой месяц он такой путевый. Давайте, знаете, вот такой вопрос. Мы сейчас будем переходить к современному еврейскому... Названием современных еврейских месяцев. Давай. Вопрос к вам, дорогие знатоки. С какой книги мы можем увидеть... Это просто вопрос. Название... Давай, Денис, ответить. Название месяцев современных. С какой книги? Танаха. Ну, то есть... Это в любом случае, когда были вы в Вавилонском плену. А когда это... Ну, есть много книг. Есть Данила, например. Есть, ну, Еремия. Есть Языкили и все такое. И есть куча нот тоже. И... Так. Светок. Это свиток. А, Эстера, окей. Да. Большинство... Нет, но очень много. Это непростой вопрос. Сто процентов. Есть еще из книги Захария. Да, Малахи, Захария. Все так гений. Но все, практически все, все названия, они пришли с... Современные названия месяцев. Пришли со свитка Рут или Эсфирь, книга Эсфирь. А это, кстати, другой период. Это раньше период. В смысле раньше период? Ну, Рут, есть, правда, два основных... Есть разные предположения исторические, когда это происходило. Я знаю, есть те, кто пишут, что это была очень поздняя книга, а есть те, которые, ну, описывают, условно, когда написано, когда были события. Смотрите, это никак не касается темы нынешнего подкаста. Понял. Поэтому лезешь тут со своими двумя реакциями. Да, вот эти вот, когда что... Да, все. Не, ну, смотри, я понял твою логику, чтобы понять, в какой момент... Ну, потому что, условно, если это до Вавилонского плена было, то... Это Вавилонское. Речь в том, что, насколько я понимаю, в книге Эстер причислено наибольшее количество названий месяцев. Да. Чем в какой-либо другой. В принципе, эсфирь, будем читать книгу и будем много видеть. Я просто процитирую, без каких-либо дополнительных историй, нам они не нужны. Эсфир 3.7. В первый месяц, который есть месяц Ниссан, вот так прямо написано. Дальше мы видим, были позваны царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван. Опа. Дальше. В четвертый год царя Дария было слово Господня к Захарии, это из книги Соборок Захарии. В четвертый день святого месяца Хислев. Каждый раз разные времена говорил, кстати. Понял. И взята была эсфирь к царю Артарксису, в царский дом его, в десятом месяце, то есть в месяце Тебеф, Тебефэ? 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 Тебефэ. Тебефэ. Тебефэ, да, ну, окей. Нынче. Да, Захария 1.7. В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, это месяц Шеват. Шват. Шват, да. И сфирь 3.7, между прочим. Оказывается, кстати говоря, два месяца в одном, в одном предложении сможешь так назвать. Вот в конец такой пал Шребий на двенадцатый месяц, то есть на месяц Кислев. Адар. Адар? Да. Конечно. А, извините. Адар. Адар. Это третий. И в целом... А нет, это девятый. Это очень запутанная история. Это очень запутанная история. Мой тишейх и Шребий, Кислев, да. Смотри, вот это вот то, что говорит Денис, это первая причина, к которой мне хотелось разобраться вообще, какой порядок, и какой порядок он там оригинальный, не оригинальный. И я реально поздно уснул, потому что делал вот такую вот таблицу. Может быть, я эту таблицу потом вставлю, если она будет интересна людям. Я сейчас озвучу, из чего она состоит. Она состоит из... Столбцов и строчек. Столбцов и строчек, да. Молодец. Я пояснил, как выглядит таблица, чтобы люди смогли себя визуализировать. Где я указал еврейский календарь. Квестики-долики играл там. Где я указал еврейский календарь, который есть по порядку, который начинается с месяца. Один, два, три, четыре, пять. Да. Начинается с месяца Тишрей. Потом вавилонский календарь, с которого, в принципе, все эти названия были взяты. Абиву. И описание этих названий. То есть, что означает вообще это слово. Потому что это просто по факту слово. Ну, вавилонские всякие божества зачастую. Да, в том числе. Ну да. Библейский календарь, который мы знаем, измеряется числительными по факту. И есть четыре месяца, которые один из них Тора и три в Танахе указаны. Окей. И грегорианский, просто чтобы нам понимать, где мы как находимся. Потому что описание месяцов, оно часто связано с тем, в какой период это происходит. И, значит, слева написал так. Первый месяц, нынешний первый месяц. Это месяц Тишрей, взятый с вавилонского. Это все связано с вавилонского. Поэтому на древнем какой-то язык был. Ой, не записал. Как там? Вавилон. Как-то что-нибудь акадское было. Акадский, да. Акадский. Что интересно, нумерация месяцов была точно такая же, как библейская. Она противоречит нынешней нумерации еврейской. То есть первый месяц был месяц примерно, когда был исход. Да. То есть первый месяц нынешнего еврейского календаря это седьмой месяц вавилонского. Так, получается, это наоборот то, что ты пытаешься сказать. А, нет, все, я понял. Понял. Так нет, первыми, в смысле, еще раз, Тишрей не является первым месяцем еврейского календаря. Ты говоришь, смотри, еще раз, я сделал здесь библейский календарь. Тишрей является первым месяцем года. Но не календаря. Он остается седьмого месяца, в принципе. Но просто что... Тут это странность того, что год начинается не с первого месяца просто. Вот. Да. Ну, окей, да. Год начинается с месяца Тишрей, который не является... С середины еще, к тому же. Да, она является серединой. А, нет, сначала, извините, я перебыл. С седьмого месяца. Перебыл, перебыл. Я думаю, что наши слушатели тоже запутались. Поэтому просто примите сейчас за факт то, что я пытаюсь сказать. Я думаю, что вы поймете, к чему я веду. Потому что у нас есть описание каждого месяца, это любопытно, как по мне. Да, да. Значит, на аббатском. Акадском. Акадском. Аббатский. Аббатский, это такой католический такой... Эль. Очень... Я когда-то любил раньше. Угу. Тишрей, это с... Седьмой месяц. Седьмой... Нет, как называется язык? Акадский. Акадский. Только Ако. Там А. Там А. Ну да, только Акадский. Ну, предположительно, я не уверен. Но предположительно. Дашвиту. Описание следующее. Название этого месяца можно перевести как начальный. На этот месяц приходится осеннее равноденствие. С ним связывается суд, который устраивал живым и мертвым бог солнца. Ну, возможно, устраивал. Мы... Я не видел лично. Да, в библейском календаре это просто числительно седьмой месяц. Окей. От выхода из Египта. И мы понимаем, что этот месяц имеет название Эйтоним. Где вот Третий Царс мы читали про этот месяц. Крепыши переводится. Крепыши. Крепыши. Сентябрь, октябрь. Григория. Просто Эйтон – это мощный, крепкий, а это во множественном числе как... А там в оригинале прямо Эйтоним написано? Как и Эйтоним пишется так же. Да, это же слово. Крепыши. Окей, перейдем дальше. Хишван. Хишван. Арахсамна. Арахсамна – это вавилонское название? Да, вавилонское. Да, вавилонское, точно. Арахсамна. Описание. Это не одно слово, понятно. Это два слова. Совершенно непонятно было. Слушай, сейчас будет понятно. Арах. На что похоже? Арах? Да. Ореах. Гость? Гость. Иерах. Это как месяц. Месяц. Иерех. Да, иерех. И попробуйте самне. Положил? Нет, самне. Вот просто немножко арабское у нас такое. Представьте, что я арабец. Арабец. Хоббитец, да? Это как шмоны. Если попробовать так. Это потом шмона подошло. Эсма. Да, это восьмой. Восьмой месяц. Да, то есть просто восьмой месяц. Ну, у нас там хишван. И это восьмой месяц в библейском календаре. Это хишван, да. А на вавилонском он... Арахсамна. Арахсамна. Походи, а Мархишван такое что-то не было? Мархишван что-то не было? Есть. Мархишван, это в традиции дальше. Это в Талмуде описано о том, что в месяц хишван горечь этого месяца, потому что это октябрь-ноябрь. Вот. Я родился вообще-то вообще... Ну, мог бы и получше брать месяц. Хишванолог. В библейском календаре... Я в Айтоним родился. Я как раз-таки мощненький. Это значит родился в месяце Буль. Хотя, не, я не уверен, но посмотрите, если честно. А, ты удалите написано в каком месяце? Это Буль, братан. Буль, четко родился. Потом посмотришь, нормально. Время ему тратить на это. Я в тишине. Кислев. На бавилонском это кислиму. Кислиму. Происхождение это название точно не установлено. Его связут с корнем шелеме. Шалем. 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 Нету никакого объяснения. Девятый месяц. Потому что шалом ки... Шалем. Кишаном. Кислев кишлом. Тевит. Или на бавилонском Тебету. Происходит от корня Таба, что означает погружаться. Или на иврите это Тева. Как типа... Ну, уже происходное от этого. И означает месяц слякоти утопания. Тева как природа. Месяц слякоти. Это какой у нас месяц получается? Декабрь, январь. Ну да. Или по-библейски десятый месяц. Ну, если мы берем Вавилон. Или как раз много дождей в том краю междуречном. Реки выходят из берегов. И, вероятно, слякоти действительно много. Да. Ну, я предполагаю так. Следующий месяц Шеват. Или Шабату на Вавилонском. Седьмой. Это корень. Шебет означает ударять. Шевет. Это посох или розгар. Да, это стед. Да. Это месяц проливных дождей. Одиннадцатый месяц. Бог тучи бьет в тучу. И туча издает дождь. Именно. Искры. Искры водяные. Ну да. Январь-февраль. Очень много дождей. Вавилонский Зевс. Месяц Вавилонского Зевса. Да. Да. Ну, это Шевет. Прикольно. Прикольно видеть, знаете, какие-то корни в Вавилонском, которые мы видим отражение в Вавилонском потом. Ну, это же семитские языки. Просто есть западно-семитские, восточно-семитская группа языков и так далее. Просто многие из них устаревшие. Так-то это семитские языки. Да. Если копать все языки, то понятно, насколько взаимное влияние было. Взаимное. Следующий месяц Адар. Адар, да. Адар. Это как раз двенадцатый. Это Адару. Адару. Название этого месяца переводят как «темный, затмевающий». Был некоторый такой Адар Мелех. Это также… Он упоминается, между прочим, в четвертой книге царств или второй книге царей. Адар Мелех – это также имя бога, которому поклоняли жители Севафарфайма. Что бы это ни значило. Не знаю, такие как его места. В позле Хофенхайма. Капанкап. Или Хаммера, возможно. Да. Это двенадцатый месяц, февраль-март, по привычному календарю. Ниссан – это на Вавилонском Ниссану. Как будто склонились, знаете, месяц. Кому? Ниссану. Связан с корнем НСА, что значит «начинать», то есть первый месяц. Собственно, из-за того, что это первый месяц, просто начали. Отлично. АВИФ – это, собственно, единственное название в Торе, первого месяца. АВИФ – мы все это уже прошли. И весна. А интересно, как это тоже как-то переводится. АВИФ – ну, это весна, а корень. Что-то может цветение какое-то там. Ни я не в курсе. Месяц ИЯР. АЯРУ. АЯРУ. Связано с корнем ОР, что значит «цвет». ЗИФ. Кстати говоря, вот это вот слово тоже означает «сияние». И этот месяц, СИФ, который указан в Танахе. Мы уже закончим сейчас. Не-не, я хочу посмотреть что-то. А. СИВАН или на вавилонском СИМАНУ – это время года. Так и переводится. Время года. Или время, предназначенное для чего-либо. Так этот месяц просто назывался. Это какое-то время, предназначенное для чего-либо. Его трактуют с тем, что, возможно, в это время делали обжиг кирпичей. Также, кстати говоря, СИМАНУ, вот это вот, оно однокореное со словом «время», «зман». Оно как-то поменялось там. СИМАНУ, СИМАНУ. Да, то есть оно однокореное. И по факту месяц СИВАН – это как просто переводится «время». По факту. Значение имеет этого месяца «время». Время что-то делать. Это май-июнь. В принципе, я согласен. Это самое прекрасное, одно из прекрасных времен в нашем регионе. Ну, я больше люблю ноябрь-декабрь. Тоже шикарно, я согласен. Слякоть. Слякоть. Бавилонская слякоть. Бавилонская слякоть – это… Велестимская мерзость. Месяц Томуз. Томуз. Это точно в честь божества. Это в честь апельсива. Апельсивно. Дуузу. Дуузу. Это ты прав, абсолютно, Денис. Посвященный Думузе, бог пастухов и плодородия. На этот месяц приходилось летнее солнцестояние, после которого день начинал сокращаться. И древние шумеры, и ассирийцы. Шумеры – это тот народ, который исчез. Их как будто бы там древние… Самая первая цивилизация на Земле, да. Умерно там же и существовало, где Вавилон существовал. Да. Они проводили проводы и оплакивания Думузи в этом месяце. Окей? Июнь-юль. Следующий месяц, предпоследний в нашем списке. Месяц Аф. Аф. Или на гавилонском Абу. 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 Отец. По-аккадски происходит от корня А, Б, Б. Абабы. Это свежая поросль, что означает, в принципе, весну. Переводится как весна. Вот о чем я говорил, Авиф, когда я спросил. Авиф. Откуда? Авиф происходит от слова весна, да. Месяц петрушки. Да. Петрушки и укропа. Кинзи. По другой версии, это месяц... Кинзу люблю. Кинза неплоха. Это месяц факелов. Факелов? Да. Они, осирийцы, в то время проводили какие-то процессии и всякие состязания в честь каких-то богов. Куклыксклан. В какой-то степени. Юль-Август. И последний месяц. Эл-Уль. Эл-Уль. А мне очень нравится, как звучит на вавилонском. У-Лу-Лу. 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 И он, на самом деле... А это даже ты знаешь, как в варакансии, когда там... А-Лу-Лу. Вот это когда... У-Лу-Лу. Нет, когда есть свадьба или еще, когда такие звуки издают очень прикольно. Ну да. И это? У-Лу-Лу означает очищать. Очищать? Соотносят это с очищением... Конечно же, конечно же. Это был бог, или, точнее, покровительница плодородия. Покровительница плодородия. Возвращение ее из подземного мира. Плодородие мужского или плодородие... Продовольствие, больше, да. Было символом мобильных урожаев, богиня плодородия и любви. И любви, видишь? И любви. То есть все-таки она могла быть богиней, как бы, человеческого плодородия. Пошлый месяц был про это. Я не понимаю, в чем отличаются пастухи. Там было и что-то плодородие. А тут плодородие снова. Как-то недоплодородились. И любовь. Такие летние месяца не очень плодородные. Смотри, пастухи, там просто вот именно пастушьи плодородия. А, ну, овечьи, козьи. А тут всеобщее. Всеобщее. И всеобщая любовь. Это такой прообраз вот стока. То есть как бы вот... Ну, это как раз вавилонские корни оттуда. Корни из Вавилона. Вавилонская башня. Да. Что-то вроде того. Да. Ну, я зачем-то почитал историю этой у-лю-лю. И, конечно, там все очень стрёмно. Все это вавилонское... Обсудим. Смотри, ты же почитал. Она жила. Они связаны с... Она жила. Она связана с богом Ду-Зу, о котором мы говорили. Да. Каким образом она с ним связана? Ну, в прямом. Какие прекрасные имена. У-лю-лю и Ду-Зу. У-лю-лю. У них были... У них были индивные отношения. У-лю-лю. И потом она, когда умерла, она попала в какое-то подземное царство. Там она за него вступилась. Абсолютно. И потом она воскресла. И этот праздник у-лю-лю был вот. В месяц... А у нее никто не родился случайно? Я не стал глубоко узнавать эту информацию. Думаю, что для меня мозга она лишняя. Слушайте, можно спрошу тебе важный вопрос? Важный вопрос. Ну, ты хочешь, чтобы вернулась чистота названия праздника? Не названия, а... Месяцев. Месяцев. Честно. Первый, второй, третий, четвертый месяц. Да. Это будет по-настоящему по-еврейски. Ну, правда. Это шикарно. Ну, то есть я вижу в неделях тоже смысл. То есть йом решен. Первый день. Первый день от чего? От шабата. Ну, то есть для того, чтобы помнить о шабате. Второй день от шабата. Третий день от шабата. И как будто бы в этом есть какая-то закономерность, какая-то логика. Я думаю, что не просто так. Если авторитетом считать Тору, просто написано, что... Ну, то есть как бы еще первый день создания мира, второй день создания мира, третий день создания мира. Тоже. То есть тут скорее как бы... Счет изначально шел от обратного. То есть не первый день от шабата, а первый день к шабату. В том числе. Ну, я думаю, что в данном случае интерпретировать можно по-разному. Ну, в смысле, я просто интерпретирую. Может быть, у вас, дорогие слушатели, есть своя интерпретация по этому поводу, были бы рады. Но отвечая на твой вопрос, Денис, да, я был бы вообще... По-моему, это очень круто. По-моему, это очень сложно. Ну, просто меня очень сильно смущает, что в еврейском календаре мы используем названия месяцов, которые обозначают богов, и мы типа не паримся по этому поводу. Это не то, чтобы плохо или еще что-то, но типа... Но ведь не было изначально. Как четверг на английском? Ну, хорошо. Thursday. Thursday, да. Ты знаешь, почему так называется? Ну, давай. В честь норвежского бога Тора. Потому что, когда викинги захватывали Англию, ну, собственно, тогда еще в Англии существовали только лишь отдельные племена. Так вот, викинги очень много раз нападали с моря на вот этих вот своих лодочках на Англию, разграбляли ее и так далее. И какое-то количество времени их культура викингов очень сильно распространилась на те племена, которые в то время англов, саксонцев и так далее, которые в то время там существовали, еще не было Англии как таковой. И язык проходил, ну, он как бы продолжал формироваться. И из-за этого большинство, в принципе, названий дней в неделе на английском языке соответствует различным скандинавским богам. Фрайдэй, пятница, это Фрайя или Фройя. В общем, тоже какая-то там богиня из викингского пантеона. Вот. Так что это... Популярная история. Это популярная история. Это влияние одной культуры на другую культуру. Просто в какой-то момент одна культура была более, ну, в том числе и влиятельно-политически, условно говоря, что она могла в каком-то смысле навязывать, да, то есть свои... Особенно греческие. Ну, если какие-то были империи, которые, конечно... Наш народ был в разных... Ну, под разной властью. И, между прочим, в Писании мы видим, что под разной властью вообще, на самом деле, пользуются разными календарями. То есть до сегодня до нас зашла вот эти названия еврейских календарей, такие, которые остались. Но до этого, как мы понимаем, Зив, Буль и все остальные, это был другой календарь, ну, название. Месяцев было и другие. Просто до нас дошли. Но еще есть календарь, я его упоминал как раз-таки в своем выпуске, календарь Гезеры, который нашли на месте исторического поселения Гезера, не очень далеко от Тель-Вио примерно находится. Вот. И там нашли маленькую такую, типа, глиняную табличку, на которой был календарь. То есть там было написано. Но там все месяца назывались там не первый, второй, третий даже, не каким-то там айтонимбуль и так далее. А он был сельскохозяйственным. То есть там было, типа, что-то там месяц жатвы и чменя, месяц там посадки чего-то там такого, два месяца сбора урожая, что-то там месяц еще чего-то. То есть как бы все месяца, их было 12, но они все назывались по тому, что ты в это время с сельскохозяйственной точки зрения делаешь. Либо что-то сеешь, либо что-то наоборот выпалываешь, либо что-то там отдыхает поле, либо там какое-то жатва. Пячка, пшенка. Там два месяца праздников, по-моему, было. Ну, в общем, как бы все нормально было. Знаете, что еще? Понятно, что когда ты ковыряешься в названиях месяцов современного иврита, то ты попадаешь на всякие таламудические описания и всего остального. И это то, что меня очень сильно испугало. В Каббала там просто, ну, масса, масса. То есть месяц, название месяца берется, берется его, ну, или значения, о которых я вам прочитал сегодня. И на этом зодиак, понятное дело. И на этом строится вообще, знаете, целая культура, мистическая культура. Это мистическое течение в иудаизм, конечно. Да, и кажется, как будто бы это точно противоречит Торе. Ну, извините, если вдруг я кого-то этим обижаю, но ощущение есть, что Всевышний не просто так говорил первый, второй, третий, четвертый, как раз-таки, как будто бы, чтобы оградить нас от подобных, вот, я извиняюсь, по факту даже не еврейская, да, там, культура по большому счету, вот так вот перенять и внедрить ее внутрь с внешней стороны, скажем так, как жесткий диск, вставили в комп, оп, еще что-то появилось. Я извиняюсь заранее, если кого-то такое может обидеть, если кто-то этого дослушает, вот. У нас 30 секунд первый слушает, так что нормально, можно тут что угодно уже говорить. Балаганить, сегодня балаганистый выбор. Да, сегодня смело можешь говорить все, что ты считаешь нужным, никто не услышит. Да. Интересно, вот еще Кикар-Шаббат. Кикар-Шаббат. Что это, прости? А Кикар-Шаббат – это такая газета, одна из самых популярных и ортодоксальных газет. Мне интересно, как там, есть какие-то вот, условно, или альтернативные газеты, которые как бы приближаются к, ну, условно, там первые, типа семь, есть семь ортодоксальных газет. Первый день, второй, третий, четвертый. Кикар-Шаббат, Шаббат, Шаббат и Шаббат. Я понял логику. Интересно, есть такая тема? Ты понял логику? Я понял логику, что газеты выходят каждый день с новым названием, грубо говоря. Или просто семь разных газет. Мне просто интересно, если… Я думаю, что, отвечая на этот вопрос прямо и честно, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Да. Но это не страшно. Ну, ты можешь это делать, в принципе. Угу. Что? В общем-то, моя душа чиста. Я уже спокоен. Мы не уверены в этом. Я спокоен. Теперь у меня появились личные какие-то основания не поддаваться на какие-то, скажем, вавилонские обычаи в современном еврейском календаре. То есть ты организовываешь общество по оригинальным названиям. Первый месяц, второй месяц, третий месяц. Извините, я стучу. А мы можем подкасты, кстати, заглядывать. В какой месяце мы писали? Первый месяц от исхода. Это десятый, по-моему, или одиннадцатый у нас. А что? Какой десятый или одиннадцатый? Пятый или шестой? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Как тебе? Да, ну, нормально. А, ну, окей. Нет никаких проблем. Они не мешают нам. Я не разбирался в их значениях, поэтому пока что нет. Ну, мы родились, используем. Это международно. Это как вот сегодня, например, Израиль. Вы не боитесь ли за чистоту русского языка, русских праздников? Я это тоже слышал в начале выпуска. Вот, вот, это же мы зациклили. Это показывает. Это показывает логику того, что спустя какое-то время... Акценты поменялись. Меняются названия месяцов, а, ну, как бы, к сожалению, название... Такое ощущение, что с каждым новым названием месяца, который приживается в еврейской культуре, еще добавляет смешивание всяких разных культур, о чем ты и говорил, когда озвучил... Это импортозамещение. Экспорт, наоборот. Экспорт. Экспортовнедрение. Экспортовнедрение. Экспортозамещение, точно. Экспортозамещение, это когда первый, второй, третий, третий, четырел, пять, шестой, шестой месяц. Да, ну, почему импортозамещение обычно такое вот, что-то хорошее, да, что-то было такое яркое, чешувей, а вот седьмой. Все как бы... Седьмой, да. Скучное импортозамещение. Слушай, ну, я думаю, что друзья Оушена, они как бы восстановили, то есть они по-другому назывались. Как бы количество они не назывались Они были хешваны Оушена А в итоге они такие За чистоту, я хочу поддержать Артема Шалаева И мы будем за чистоту Я думаю, что 12 стульев Тоже были числительными Я думаю, это какой-то прообраз такой Это был первый, второй, третий, четвертый Ну это 12 стульев В принципе, у меня на сегодня Сказать вам больше нечего Я если что хочу сказать, что я в вашу партию не вступаю А в какую партию я вступаю? Ты только что сказал, что ты Поддерживаешь общество Артема Шалаева За чистоту Оушены поддерживают Оушены, но не ты Ты не поддерживаешь Я всегда как бы Швейцария Я за мир Швейцария, ну ладно Будем считать, что она всегда за мир Не, но они боевитые челы были В общем-то, мысль, наверное Одна следующая Не поддаваться в крайности Просто понимали все, что происходит И Если вам очевидно Мне кажется, все ультра-левые и правые партии Всегда начинают с того, что давайте не будем уходить в крайности Но я за Я тоже Я за тебя и Артема, хорошие парни Ну давайте туда подпишемся на все наши каналы, где вы нас сможете найти Поставите лайки, колокольчики, напишите нам комментарии Спасибо, Артем И хоть кто-то вдруг когда-нибудь задонатит нам И напишите У нас есть Патреон, вы не померите А он не работает, потому что Экс Патреон он просто получился у нас Итак, смотрите, друзья Если вы еще дослушали досюда То в комментариях Напишите В каком числительном месяце вы родились Субтитры сделал DimaTorzok